Совет по правам человека направил в Министерство обороны России запрос с требованием проверить информацию о возможной отправке контрактников одной из частей Мурманской области на территорию Украины. Член Совета по правам человека при президенте Сергей Кривенко рассказал, что с жалобами обратились около 20 контрактников. Для встречи с ними правозащитник приезжал в Мурманскую область и за отказ поездки командир якобы пригрозил увольнением. Контрактники заявили, что отказываются ехать под Ростов в отсутствие письменного приказа и напишут соответствующие рапорты. При этом правозащитнику военной сообщили, что хотят продолжать службу. Замкомандира этой воинской части по политико-просветительской и воспитательной работе подполковник Вячеслав Аканев подтвердил, что говорил военнослужащим по контракту о возможной командировке в Украину, пишет газета РУ со ссылкой на аудиозапись беседы с военнослужащими. При этом двое присутствующих на встрече военных признали, что уже переходили границы с Украиной во время учений. Еще один контрактник рассказал о беседе с другими побывавшими на Донбассе военными, которым была объявлена команда выходить просто в поля. Вячеслав Аканев в беседе со зданием подтвердил подлинные записи, однако подчеркнул, что говорил в теории и имел в виду выполнение боевого приказа в Украине, если таковой поступит от главнокомандующего. И с нами на связь сейчас выходит член Совета по правам человека Сергей Кривенко. Сергей, здравствуйте, слышите ли вы студию Дождя? Да, добрый день, слышу, хорошо. Добрый день, мы вас тоже отлично слышим и видим. Сергей, скажите, пожалуйста, а когда именно вы получили эти жалобы от контрактников и каким образом они к вам попали? Это были письменные обращения, они вам звонили, может кто-то к вам приезжал? В нашей организации, правозащитной организации, партнерские организации, такие как комитеты солдатских матерей и другие правозащитные организации, которые занимаются защитой прав призывников военнослужащих, у нас есть и горячие линии. Это были сначала звонки на горячую линию, вот с такого рода информацией. И потом, когда удалось организовать поездку в конце января в Мурманскую область, я в Мурманске встретился с этими контрактниками, которые вот подтвердили, ну не подтвердили, а рассказали мне об этом происшествии, написав заявление в Совет по правам человека. А вы прямо приехали в часть и общались с ними на месте, либо вы где-то стоите на территории части? И в части, это не на территории, в части я не приезжал, просто они же контрактники, они имеют в виду, и мы общались вне территории части, конечно. А вам удалось поговорить с руководством, которое, собственно, и просило их, предлагало им поехать, по крайней мере, в теории, да, предлагало поехать, удалось ли с ними пообщаться? Нет, пока такой задачи не ставилось, сначала я хотел прояснить ситуацию, потому что неоднократно были высказывания представителей Министерства обороны о том, что никаких войск, российских войск на территории Украины нет, и поэтому, когда военнослужащие говорят прямо, что вот их, по крайней мере, говорили о том, о возможности такой поездки, ну это вот, это вызывает, по крайней мере, вопросы. Поэтому хотелось, в первую очередь, услышать от самих военнослужащих Топлета, и более четко понять, что им говорили. А что они рассказывали, на каких условиях им предлагали ехать, куда именно предлагали ехать? Они говорили о том, что, говорилось, что это будет командировка, что они остаются в ранге военнослужащих, никаких дополнительных условий не предполагалось, если речь идет о деньгах, естественно, то есть они получают то денежное удовольствие, которое получают, пользуются теми правами, обязанностями, как российские военнослужащие, как и пользуются, просто их направляют для выполнения боевой задачи. На вопрос самих же военнослужащих, как такое может быть, когда у Украины с Россией нет боевых действий, по крайней мере, официально объявленных, и что это незаконно, но вот командир не смог не предъявить приказ, со слов военнослужащих, не каким-то образом аргументировать свои слова. Поэтому мы и направили этот вопрос в Министерство обороны для прояснения ситуации. То есть никакого документа, ничего этого не было? Была просто беседа, предложение, вот отправляйтесь воевать куда-то? Ну да, военнослужащие, они же не маленькие дети, они на своей жизни очень много испытали просто, и они, наверное, способны адекватно воспринимать, когда это идет разговор в виде шутки, когда идет предполагаемый разговор, когда ставится такая уже задача. И вот, ну, по крайней мере, то, что я услышал, ну, оно... И можно было, с моей точки зрения, всему доверять, это что никакой не розыгрыш, никакая... Они были очень взволнованы и, конечно, переживали за свои семьи и то, как останется, и вообще, как это может быть, потому что ни оформления документов, ни оформления командировочных удостоверений не происходило. На многие вопросы они ни ответа не получали, поэтому ситуация оказалась очень странной, но мы посчитали необходимым вот целой Поляковой направить это заявление, обращение в Министерство обороны. Сергей, а что именно в обращении к Минобороны, что там написано? Был ли этот факт или куда отправляют? Нет, на самом деле, потому что очень еще были плохие условия прохождения службы на этом полигоне. Там не выдали теплую одежду, очень неорганизованное питание. Буквально они говорят, что раз в сутки питались или вообще без горячей пищи. Перевозили их в Мурманске, где сейчас все-таки морозы 15-градусные, на камазах не оборудованных, просто с железным дном, без всяких скамеек, без всяких печек, что фактически прямо запрещено уставными документами. Это как бы один блок вопросов. То есть их из своей части, где они проходили службу, вот направили для выполнения каких-то задач на полигон. Там части недалеко, где-то, сколько-то, 100-150 километров от их. И вот этот первый блок вопросов был связан с условиями прохождения службы, а второй действительно был поставлен вопрос с просьбой дать оценку тем высказываниям командования. Или опровергнуть их, или каким-то образом прояснить, потому что военнослужащие с такими вопросами обращаются. Сергей, а вы сейчас остаетесь на связи с теми людьми, которые позвонили вам на прямую линию, которые пожаловались на слова своего командира? Ну да, еще обмениваемся и звонками. Понятно. Спасибо вам большое. Будем тоже ждать ответ от Министерства обороны на запрос члена Совета по правам человека, Сергея Кривенко, который отправил его по поводу мурманских десантников, которым командование предложило поехать на Украину. Субтитры создавал DimaTorzok